Субтитры создавал DimaTorzok 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 Да, но внутри Глюка, если бы я это принести самых осечения. Не лекомен, но совместные грузы, човеки. Да, так что надо плачать здесь проверять, потому что... Eso я не знаю, просто все равно тут ничего не остается. Ни чей-то не пошел сперсил от динамита и стрелить с динамитом. Чтобы продать в леске продаж, о леске, где на торгу. Ну, ну, так как смело. На раздель от нашего прошлого путешествия, в начале Дубна, когда мы были под палубой солнца, было солнечное, тепло, так днём мы остли в сикорских лесах, в мраку, а стыдно мжи, так оно по мрзлых, не были мразики, но очень охладило. Мы остли на скалнатем хребету с очень позоруходными скалами, которые даже называются Храдки. Ну а самостоятельно на Храдках не может не быть коллега доктор Храдек, наш великый геоморфолог, который нам висвятил генези тих надерных скал. Прежде всего мы можем уведомить ту пологу, в этой локалии, так что, как говорит коллега, здесь мы в сикорских лесах, тем лесам доменует Сикор, 702 метров над морем. Ну, на некоторых мапах 704, а ты ж справа. Ну, так что и тремя, скажем, 704. Ну, так что мы видим, здесь есть буховый верх, который мы не видим, в мрадцах. Но это не скалнатый. Да, это не так скалнатый, но тоже тремяр доставляет 700 метров. А из того хребета, т.е. между тими двумя не высшими бодами, выбежит смеем к западу целая ряда хребет нижших, скажем им росохи. А т.е. скалнатый масив, это один из тих росох, которые здесь выбежат также с западным смеем. Под нами есть удоли Хлебского потока, здесь есть его приток Хлебского потока, т.е. между тими удолями здесь есть нижшие росохи, а на этих росохах, на ряде из них, найдем красивое скалное, скалное место, можно сказать. Месты с тобой, скажем. Ну, так скалное место, это прямой термин, так что, если мы на эти скалы поднимем, то, что нас прежде всего употребляет, что здесь есть целая состава таковых horizontальных пуклин, которые массивы разделены до целых лавиц, а эти пуклины найдем в целом, на целом росохе. Ну, а эти пуклины, видимо здесь красивые, т.е. кременные жили, целая та хорнина называется битешская рула, а типичная, здесь есть такая horizontальная, не в рстевна, потому что это хорнина, хорнина кристаллическая, метаморфованная, не хорнина sedimentарная, но когда потом приходит к распаду, вливаем по ветра, вливаем стрида, теплот, мраз, мраз, а колом боду мразу, так властне дохазит к распаду, к распаду, велика, ну а при этом, здесь появится типичная сценария, что целая ряда таковых ступней, так же видимо, что под нами есть один ступень скальни, здесь есть другой, а между тем есть такие плосинки, что с этой плоской мы называем крыльопланаторные терасы, а нижней ступней мы называем мразовые срубы, чили целое устощение таковое ступневое, здесь мы целую ряду таковых ступней а скальних скальних таковых храдеб. Подле дальнейших системов, подле колмых системов, пуклин, которые потом разделены до дилчих блоков, как здесь видимо красный дилчий блок, до конца такого хребового твара, чили это одна из самых красивых скал в области сикорского хребета. Ну а конечно здесь очень интересная и живая природа. Я могу сказать, что это подходит к моим любимым куткам, но это мой супер и твои тоже, супер куток, как старые latинцы, локус аменус, что я это лебезное место. Я ходил 50 лет от своих гимназийных лет и не поминал рок, чтобы я здесь два раза не был. Ходил уже праведливо и студенты, потому что это место, природная резервация Храдки, единственное, как с тими скалисками, так и тим поростем. Это целый природный лес, супер типа буковых 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 фаги ацерета, как мы называем смес буков, клену, клену, млече, ясану степиле, лиму, и лиму, и лиму, и лиму, и лиму, и лима, и лима, и лима, и лима. А, конечно, лима велколистая, это только немного мило. Это мое мое фасцинует, типичный жавор клен, с пластофитой бормой, это здесь как на верху Вигорла, где я пустофит, где были поросы, не на рулах, а на андезиту. Так что сутовый лестерий мах в подросту много интересных других, мы видели в наших порядках, а если зопакуем те типичные, то конечно, бажанка витрвала, mercurialис перенис, цибул коносная dentария булбифера, маринка волна, галлиум odorатум. здесь есть острицы, острицы мах 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 Здесь в общем-то капрацем самец, Дриоптерис филикс маз. На второй стороне есть младший ясановый порос, смирно до удовольствия Хлебского потока. Там есть из жара dominantная качельница 9 листа, внутренне кветового Дентария энеафилос, которая в основном большинстве, чем эта качельница. Сибулконосная, ее спа-сибулки, опять же, к конзумации, очень вкусные. На этой скале есть кркавчьи хнездо. Кркавцы, в Сикорских лесах, живут примерно в четвертом столетии. Конечно, когда хнездо обновывают, так, что им не нужно здесь выхнездить, потому что они в рушене. Это здесь просто frequentировано, а мы в природной резервации, а не могли бы здесь волне ходить. А чем эта локальность? Очень интересная, так, то вискитем, ростлины, которая называется «Режищница тройлиста», «Кардамина trifолия». Они попрве в роце, в рече 1935, в рече 1935, здесь объявили, нам часто вспоминали, доктор Jan Шмарда, технический учитель в Тишнове, со своим коллегом, учителем, Агустином Шкорпиком, и написали, что это был «соуислый порост на Пасеце, к Хлебскому потоку, о разлозе, просто, больше ха». Я, конечно, в его стопах, в студентских летах, так, что я здесь нашел. Потом, на лета, мне вполне смизело, а згруба прежде 10 лет, я был здесь студентом, и сказал мне, «Сафра, студенты, было их 30 лет, мы сделаем таковую роинку, спустимся здесь, по сути долу, и мы должны эту «Режищницу» тройлистову снова найти». Я смотрелся на одну дивенку, которая мала таковые сандалы, и сказал мне, что мы с ней не можем идти по этой «Острохранной суте», мы идем по дороге к «Сафра», и попробуем посмотреть из спорта. Мы пришли на эту «Сафра», я смотрелся, и смотрелся на «Сафра», в этой «Шкарпе», «Кардамина» «Трифолия», «Кветовцы», «Сафры», «Сафры». мы это попробуем сегодня, здесь из «Скалисек», «Сафры» затем «Сафры» «Да!» «Сафры» «В этом «Учина» «Передина» «Сафры» «Сафры» «Карпы». Ух! О, я еще что-то хочу сказать, чтобы я не запомнил. Ну, так коллега Радек отборно назвал тату скалиска скалным местем. Но я не могу сказать, что в этом случае я не могу сказать, что в этом случае один из моих родителей. Боже мой, в Лони земрел, очень знаменим брнянскому витварнику Милоши Соним Халасову, с которым я тоже ходил. А до конца мы тали сполу вызнащили ту природную резервацию. Соним был вечно жизненный. А мы мы это вызнащили в таком хоркий, српновый день. На то никогда не запомнился жадной пити. Мы не взяли себе, потому что мы все тяшили, что брзи пойдем на чепованные. Но оно тряло несколько часов. Самое время мы бежали со Штетком и вызнащили границы резервации. Так что ему эти скалы вспоминали вычепные пульты. И я думаю, что там есть такой типичный вычепный пульт. Скутно. Я всегда вспомнил на него. Не запомнил мне Соним. Ну и так. Вūпичный ты, который показывает, что здесь были бучины. Ну и так. Как страва. Не. Как страва. Как страва. Как страва, но буты были. Страва. Так как не осталось ниже, не оставили ни один. Та же какая-то релищница, да? Да, это релищница. Та же четыре друхи. Это нормальная кардамина. Это поточный друх. Да. Да. Это релищница Криволака. Так это ужасно. Но мы глядем релищницу трое друхи. Она имеет дробнейшие листи, не? Ну, дробнейшие, но не падные. Такой трое друхи. Так это возможно, что нам это за тэйден откветло. Как бы ты это могла simulировать и указать другую. Да, что ведь все. Она фарш... Ну, тут она. Ну, тут же она. Там это? Ну, так это ужасно. Да. Там есть много лисков, но уже до квета. До квета. Тэйден. 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 Как я уже говорил, на хоро, то есть троллистая кардаминная трифолия. Уже не растет там в местах, как говорили доц. Шмарда, как говорили больше не 70 лет, но она очень большая. Прямо здесь, рядом с силой прихопом. Это другое. Оборники его означают за алпско-карпатского мигратора. Он скучно высказывает в тих порах. А в Ческо-словенске, или в бывом Ческо-словенске, ма, что я не знаю, пару десяток локалит. На Сико-Отуть се еще высказывает по удолю Ходонинки. 5 километров от нас на северо-выход. Но другая локалитка, около 50 километров от нас на северо-запад, на Ранском Бабилону, между Жарскими и Железными горами. Потом, где-то в Йихлавских горах, в Новоградских горах, на Шумаве. Я там. А потом, где-то на северо-выход, где-то в Хостинских горах, а потом, где-то на северо-словенске. А потом, где-то на подкарпатской Руси. Так что, это действительно один из тих семи дивов Тишновска. Я до конца хрдый на то, что тут китичку есть. То, где-то на северо-западе. То, где-то на северо-западе. То, где-то на северо-западе. Ну а тут, как-то интересно, такие стржи. Да. 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 Внимание на трнете. Все. Внимание на трнете. Распешит. Внимание на трнете. Я желаю. Уху. Продолжение следует...